Так уж случилось, что 7-й избирательный округ кандидатов депутата городской думы, в котором я проживаю, стал главной интригой выборов. Речь идет, конечно же, о скандальной ситуации с арестом известного в Воронеже человека Алексея Климова, который, как бывший работник правоохранительных органов, возглавлял общественную организацию ветераны спецподразделения СОБР. Заключенный в СИЗО по решению суда до 2 ноября, он остался в бюллетене для голосования, имея большие шансы стать первым депутатом городского парламента, сидя за решеткой. Что вы слышали о скандально известном кандидате в депутаты городской думы Климове? Ну, что он с утенером вроде занимался. На ваш взгляд, как вам кажется, это справедливое возмездие или все-таки месть конкурентов, то есть политический заказ? Ой, не знаю. Не знаю. Как, Раечка? Что? Ну, ваше мнение все-таки, как человек? Ну, любого человека можно обвинять. Да. Просто не виноватого, по-моему, не могут просто так взять ей это самое. Какая-то есть зацепочка, значит, в чем-то виноват. Результаты голосования в седьмом одномандатном округе по выборам в Воронежскую городскую думу станут известны через несколько часов. Интрига здесь еще та. Количество претендентов на заветное кресло целых восемь. И кроме Алексея Климова здесь такие известные фигуры, как действующие депутаты городского парламента Федор Ковалев, а также Владимир Калиен, представляющий КПРФ. Мы выходим после 20 часов. Назовите тех кандидатов, за которых вы сегодня проголосовали. Или хотя бы партии. КПРФ. Понятно. А кандидатов назвать можете? Калини. С каким настроением вы сегодня пришли на выборы? Я с очень хорошим настроением. Видите, улыбаюсь, значит, хорошее настроение. Погода, тем более, замечательная. Скажите, как часто вы ходите на выборы? Регулярно. Регулярно. На все выборы хожу. А как вы считаете, почему мы должны регулярно ходить на выборы? Ну, если мы хотим участвовать в управлении государством хоть чуть-чуть, значит, мы должны. Мы же не скотина какая-нибудь, правильно? А вы можете сказать, за кого сегодня проголосовали? Ну, видите, у меня возраст какой-то. Значит, за кого я голосую, все понятно. Фамилии какие-то назвать можете? Я фамилию за них смотрел. Я смотрел, какой партии, и все, кому он принадлежит, и все. За кого проголосовали? КПРФ. Как старый комсомолец, поддерживаю коммунистов. Скажите, пожалуйста, каким настроением вы сегодня пришли на выборы? Отличным. Все хорошо, привезли нас, мы инвалиды, все нормально. Каких кандидатов вы сегодня поддержали и какие партии? За кого я проголосовала? Секрет, никому не говорите. За Путина, правильно, за Путина. За Ковалева Федора Михайловича и за Почевалова. А почему? Они мне нравятся, эти люди. Может быть, они как-то там помогут вам решить ваши проблемы? Да, они пообещали нам дорогу там отремонтировать. Ну, что еще? Честно, я никому не верю. Но мне кажется, что надо верить Почевалову и Ковалеву. Потому что они хоть как-то что-то там делают. Делают, конечно. Хоть что-то делают, а другие вообще ничего не делают. Почему? Одних за проституток задерживают, других там и это. Депутат должен быть честный, должен быть женатый, должна быть у него семья. А вы сегодня какие партии поддержали? Я... Там их четыре списка. Гордеев даже спрашивал про эту Гордееву. У нас один Гордеев, помимо. Если наш один Гордеев, я его... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok